всем привет добро пожаловать в эфир на эфир я буквально пару пару секунд минут подожду пока все будут подключаться и начну наш с вами эфир и очень очень рада быть здесь кстати пользуясь случаем и возможностью подписывайтесь на мой канал в ютюбе который называется хана зельцер здесь вам будет интересно и полезно и пока всем привет мы подключаемся спасибо большое что нашли время и подключаетесь к эфиру всем привет шалон хорошего вечера сегодня мы с вами поговорим про выход из египта как он связан с месяцем шват да и попробуем это все совместить и соединить и обсудить и так всем привет добро пожаловать в эфир все я вижу большинство уже подключилась очень очень рада и благодарна за то что вам интересно за то что находите время подключаетесь шавуата входы что хорошего месяца хорошей недели всем привет и конечно же хорошего вечера и сейчас я с вами хочу поговорить обсудить нашу недельную главу бо которая рассказывает про выход из египта и о том как связано это все с месяцем шват и так начнем с того что месяц шват связан напрямую напрямую с нашей недели главой тем что в месяц шват десятого числа ровно через десятого швата ушел шестой любавический рэбэ но это мы не грустим и не печалимся в этот день потому что ровно через год наш любавический седьмой рэбэ стал его приемником да он стал главой нашего движения хаббат в котором я вот и с чем же связан месяц шват наш любавический рэбэ и глава шват с тем что в одном из выступлений своих рэбэ говорил что перед рассветом тьма сгущается да когда вот вот уже кажется что сейчас будет избавление уже сейчас все становится каким-то серым унылым и кажется что это уже нереально нереально да и так об этом написано в нашей недельной главе что когда всевышний говорит муше давай иди к фарону проси выпустить евреев из египта и муше идет и просит то что говорит всевышний да и он посылает эти казни то еврейский народ настолько уже он как это сказать истощен всеми этими казнями он уже говорит муше зачем ты сюда пришел мы уже не хотим ничего мы уже не никого ничего не хотим никакое избавление нам не нужно потому что мы уже настолько до устали уже кажется что это все нереально что даже муше мы видим в недельной главе что он спрашивает всевышнего зачем ты так вредишь своему народу да зачем ты зачем ты это все делаешь всевышний зачем ты послаживший дефисе казнь что даже мошей не выдерживает и говорит всевышнего всевышний он говорит подожди подожди да то есть это для чего то нужно и наш любавический его беседе в к он говорил да когда он стал рэбэ и говорил речь он сказал что что вот уже сейчас для нас с вами в нашем поколении пришло избавление, оно уже здесь. И многие из нас, например, я, задаюсь вопросом, ну где же оно, почему я этого не вижу, почему до сих пор есть очень много катаклизмов, пожаров, потопы, где-то землетрясения, что-то рушится, штормы, в общем, и кажется, что никогда уже не будет этого избавления. Где оно? Почему мы так долго ждём? Зачем это? И что нам остаётся делать, если мы этого не видим, да? Потому что столько-столько, и Рэба говорит, успокойтесь, перед самым рассветом тьма сгущается, да? Перед тем, что кажется, что уже всё, ну уже некуда, ну что уже, ну что осталось, значит, сейчас это будет. Более того, Рэба говорит, что оно уже здесь, Мошех, избавление уже здесь, надо просто раскрыть этому, да? В нашей недельной главе сказано о том, как еврейский народ Барухаше вышел из Египта, и женщины, они взяли музыкальный инструмент, который назывался тымпаны, да? И начали восклавлять Бога, да? Они начали петь ему песню, что даже в самом Египте они не сомневались в том, что Всевышний всё-таки он их выводит, да? Они взяли с собой музыкальный инструмент для того, чтобы воспеть Бога. То есть уже там у них была вера, если они взяли, да, с собой это. Это как, знаете, мне напомнило историю, как в одном местечке долгое-долгое время была засуха, не было дождей. И все жители договорились, что все соберутся в центре местечка и, значит, будут молиться Всевышнему, чтобы Всевышний дал дождь. И вот на площади в 12 часов, как было положено, собрались все жители этого местечка, и только один мальчик взял с собой зонтик, потому что только один мальчик искренне в это верил, да? В этом и проявляется, да? Женщины, они такие, мы такие эмоциональные, мы такие чувствительные, мы из-за этого, да, мы не одеваем тфелин, мы не носим цицит, потому что мы все-таки ближе немножко ко Всевышнему, да? Об этом написано везде, что женщина, из-за этого очень много заповедей необязательных на ней, потому что она выше. Из-за этого женщины и взяли, и поверили в это, и начали восхвалять. И сейчас что нам остается делать? Во-первых, ни в коем случае не грустить, ни в коем случае не говорить, уже нет моих сил, хотя я так часто делаю, да? Уже иногда есть такие мысли, а, я уже так устала, ну когда, ну что это? Надо до последнего, да, делать, что от нас требуется. Во-первых, радоваться, да, благодарить Всевышнего, делать заповеди, да, делать добро, все-таки украшать этот мир, то есть избавление будет. И верить всем сердцем в это, да? И как женщины выходили из Египта, они такие, да, верили. И более того, Рэбби еще делал напор на том, что нужно устражиться даже в самых маленьких вещах. Наверняка многие из нас могут спросить, Боже, зачем мы так паримся, да, с тем, чтобы на Песах была именно такая маца без воды? Зачем нам так переживать, чтобы именно такие свечи были на шаббат? Зачем эти евреи так переживаются, чтобы там длина кофты была именно подсюда, а не чуть-чуть короче? Какая разница? Зачем они переживают, чтобы там колготки носить, да? Или зачем переживают, чтобы именно такой тфелин был? Зачем такие мелочи, да? И однажды такой вопрос спросил один человек у Равина. Какая разница в этих маленьких заповедях? Почему именно за 18 минут до выхода звезд зажигать свечи? Почему именно так? Что это? Зачем нам эти маленькие заповеди? Зачем? И тогда этот раввин ответил. Знаете, что он ему ответил? Он сказал, извини, я второй раз пытался отправить тебе электронное письмо на твой имейл. Просто вместо точки в строке, например, да, там, не знаю, вайкра.ру, я поставил вайкра.ру, или вайкра, запятая, ро, и уже не тот адрес. Да, даже что нам кажется, что эта заповедь неважная, маленькая, уже адрес между нами и Творцом, немножко, да, помехи есть в нем, мы не можем найти адресата. И так и здесь, казалось бы, в электронной почте, там, вайкра.ком, но одна буква неправильная, а не может найти своего адресата человек. Вот в чем разница. В общем, сейчас нам надо, что нам надо? Вот сейчас у нас время избавления, когда уже нет сил, но надо-надо верить. Нам надо-надо верить. А что нам остается, да? Во-первых, надо верить. Во-вторых, надо делать добро, делиться добром, стараться становиться лучше. Мы знаем свои недостатки. Иногда нам лень их исправлять. Стараться исправлять себя, стараться делать больше добра, радоваться, благодарить. И, не знаю, разговаривать друг с другом, чтобы было легче. Иногда очень часто все, не знаю, неполадки с друзьями, с близкими, с семьей, и просто из-за того, что мы мало общаемся, говорим то, что на душе. Самое-самое время это обсудить. Вот. Все. Всем спасибо большое за эфир. Мы вот в таком находимся периоде избавления, поэтому надо не терять время, успеть, успеть жить, творить добро, делиться этим всем. Спасибо большое, что мы все на эфире. Всем спасибо большое. И еще, если кто-то хочет, есть мой канал на YouTube, который называется Хана Зельцер. Я буду очень-очень рада вас видеть на моем канале. Там есть уже видео, которые тоже будут вам интересны. Вот. И всем спасибо большое за эфир. Хорошего вечера. Пока-пока.